Тойота Открыв сайт Тойоты, кажется, что производитель представлен во всех автосегментах, кроме одного. Это самые маленькие кроссоверы. Сегодня я в Бельгии за рулем новой Тойоты Yaris Cross. Первый малый кроссовер Тойота, разработанный специально для Европы. Yaris Cross производится также в Европе. На заводе Toyota во Франции, где выпускается нынешний Yaris, европейские авто года. Технически обе модели похожи, но визуально нет. Вы согласны с тем, что эта машина красивая и совсем не похожа на Тойоту Yaris? Хитрость в том, что машина стала длиннее на 25 сантиметров, выше почти на 10 сантиметров, к тому же чуть шире. Дорожный просвет тоже увеличился примерно на 2-3 сантиметра. Таким образом, просвет достигает 17 сантиметров. Прямые колесные арки защищают прочные молдинги. Девиз Yaris Cross – «Easy, fast, smart», то есть просто быстро, умно. Этот принцип реализован самым неожиданным образом в самых неожиданных местах. Багажник здесь большой. 400 литров по паспорту, что является хорошим показателем для этого класса. Визуально он тоже выглядит вместительным. Ну, спинка уже разделена 40 на 20 на 40. Так что можно положить и лыжи, и длинные предметы. В самых неожиданных версиях, как это, даже двойной пол багажника разрезан пополам. Самое интересное изобретение – крышка внутри багажника. Скорее, это имитация крышки. Изготовлена из легкого материала и складывается вот таким образом, ее легко спрятать. Вам не нужно будет думать о том, куда ее положить или оставить дома, потому что в ней не будет необходимости. Хотя Yaris Cross намного выше хэтчбека, колесная база не изменилась. И где-то это должно было проявиться. Это не очень удачно. Дверь могла бы открываться пошире. Попробуем сесть. Сзади места гораздо больше, чем я ожидал. Но выбраться наружу – это как из нарыва лазить. Но теперь пора узнать, как Yaris Cross едет. Сегодня мы едем на полуторалитровом трехцилиндровом автомобиле, который, как все, Тойоты является гибридом. Можете получить обычную версию – это переднеприводной кросс. Да, эту машину тоже можно получить с полным приводом. Это одно из секретных оружий данной модели. Даже стоящая на класс выше Тойота ЦХР имеет только передний привод. Система IAVD состоит из дополнительного электродвигателя на задней оси, который, в свою очередь, поддерживается сложной подвеской с двойными А-образными рычагами. Полноприводная модель также имеет два специальных режима для ненастной погоды – Snow и Trail. Однако следует учитывать, что полноприводные версии будут значительно дороже – от 26200 евро. Тогда как такой же переднеприводной Yaris обойдется минимум на 4000 евро дешевле. Для своего класса Yaris Cross очень хорошо оборудован, даже если это не комплектация Elegance, на которую я сейчас еду. У меня есть Head-Up дисплей, к тому же очень хороший. Вот беспроводное соединение Apple CarPlay. Шнур больше не нужен. Экран тоже новый – 9 дюймов по диагонали и еще больше пикселей. Разрешение лучше и работает быстрее. Но все равно немного отстает от лучших образцов. Yaris Cross радует удачной посадкой с подручно расположенными кнопками стеклоподъемников, классическим рычагом вариатора и элементарной приборкой. Гибрид имеет общую мощность – 116 лошадиных сил и расход всего 5 литров на 100 километров. Совсем как маленький Ярис. Чувствуется, что это городское авто. На малых скоростях и маленьких улочках он вполне ловок. Создается ощущение безопасности, поскольку он шире и выше Яриса. Колесная база такая же, поэтому не нужно много работать рулем. Поворачивается машина так же плавно, как и у младшего брата. Когда мы выезжаем на шоссе, открывается другая картина. Здесь небольшой гибридный двигатель трудится изо всех сил. На 100 километрах в час начинают вибрировать зеркала заднего вида. Да, за городом и в горку мотор можно слышать очень хорошо. Давайте включим другой режим движения – Power. Ну, скажем так, мотор рычит громче, но быстрее мы ехать не стали. И хотя мотор довольно громкий, он живучий, поэтому обгонные маневры не так мучительны. Если хотите, чтобы джипчик получился более ярким, очевидно, нужно брать обычный двигатель 1.5. Его мощность составляет 125 лошадиных сил, но и аппетит повыше. Автомобиль выглядит хорошо. Он больше и выше обычной малолитражки. Подходит для города. В нем для своих размеров довольно много места и неожиданно большой багажник. Его можно подключить ко всем электронным устройствам. Он очень безопасный, потому что большинство помощников идут в стандарте. К тому же он очень экономичен, если не сказать больше. Также имеется привлекательная цена. Хорошая комплектация уже от 20 тысяч евро. А что еще нужно от маленького городского джипа? Ну, кот, от ваягновена маза пился джип. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!